Либидо – энергия жизни женского рода, противоположная ей энергия мужского рода. Слова, которые заканчиваются на О среднего рода. Рада приветствовать именно вас снова на своем YouTube-канале. Вот вы видите слова, которые заканчиваются на О, и они среднего рода. Видите, есть много разных вариантов, когда окончание слова может читаться как О. Это и тогда, когда слово просто заканчивается на О, и когда слово заканчивается на комбинацию букв ЭАУ. Такие слова, как ДАС НЕВО, ДАС ПЛАТО, ДАС МЕЛЬЁЮ. В конце три буквы будет ИЭУ, чуть-чуть другие, но они тоже читаются как О. И когда в конце будет ОХА, то есть, например, слово ДАС ШТРО, СОЛОМА. И когда в конце будет две О, они читаются на английский манер. ДАС ВОТЕРЛУ, ДАС ШАМПУ, ДАС ТАТУ. И даже есть одно слово, которое заканчивается на Н, пишется, но на слух читается ДАС ШАСО, ШАНСОН. И вот даже такое слово будет среднего рода. Вы можете припомнить, наверное, кто учит немецкий язык, что вы видели когда-то слова, которые заканчиваются на О, но которые не принадлежат к среднему роду. Конечно, такие слова есть. Они относятся уже к мужскому или женскому роду, потому что у них такой смысл. То есть, они относятся к таким смысловым группам, которые могут быть только мужского или женского рода. И давайте посмотрим на эти группы. Птицы будут принадлежать к мужскому роду. Есть очень маленькое количество исключений, которые очень легко запомнить. По птицам у меня есть отдельное видео. Там я также рассказываю о грибах, животных, рыбах. Поэтому птицы, которые будут заканчиваться на О, тоже будут мужского рода. Танцы. Это очень интересно, но все виды танцев будут тоже мужского рода. Ну, кроме тех, у которых будет окончание А или Э. Но это уже совершенно другое правило. Эти танцы можно не вписывать в эту таблицу вместе с остальными танцами. То есть, здесь работает окончание слова преимущественно. А танцы, у которых нет таких окончаний А или Э, то есть женских окончаний, они будут принадлежать к мужскому роду. Поэтому танцы на О тоже будут мужского рода. Мужские профессии тоже будут на О, могут быть только мужского рода. Вы это знаете. Напитки точно так же, те, которые будут заканчиваться на О, будут мужского рода. Большие части тела тоже будут принадлежать к мужскому роду всегда. Это вот, например, der Fuß, der Kopf, der Rücken, der Bauch, der Brustkorb. То есть, вот такие слова, большие части тела. И точно так же der Po. Все эти слова будут принадлежать мужскому роду. Der Kimono или Kimono будет принадлежать к мужскому роду, потому что это пальто-слова или слова, которые являются синонимами слова пальто. Такие все слова, вы видите таблицу, будут мужского рода. Слово Der So будет мужского рода, потому что это слово является синонимом Der Tierpark, то есть парк для животных или Der Tiergarten, то есть сад для животных. Der Zoologische Garten, то есть зоологический сад и так дальше. Der Park, Der Zoo это синонимы и поэтому оба слова мужского рода. Die Mango это фрукта, большинство фруктов принадлежат к женскому роду. Der Gusto это яркий пример род слов, то есть есть слова, которые имеют отношение к рту. Вот такие все слова будут мужского рода. И Der Gusto не является исключением. Die Metro тоже женский род, потому что синоним слова Die Untergrundbahn или Die Ubahn, подземка, естественно оба эти слова будут женского рода. Die Libido энергия жизни будет женского рода, а вот противоположная ей энергия Der Tanatos, Der Tod, Der Todes Trieb, Der Mortido. Вот они все мужского рода. Есть еще одно интересное слово Destructo. Это тоже синоним вот этой разрушительной энергии смерти. Я не смогла найти род этого слова. Если у кого-то получится, то пожалуйста сообщите в комментариях. Очень интересно какого рода это слово. Оно употребляется в основном без артиклей. Это психологический термин, синоним слова Mortido. Die Ratio, Die Razone, Die Vernunft, Die Intelligenz. Все эти слова женского рода. Der Zalto, слово мужского рода, как и все акробатические элементы. Есть два слова Der Palazzo и Der Flo. Они являются настоящими исключениями. Der Flo, блоха. И это слово должно было бы быть женского рода, как и все насекомые. Большинство насекомых женского рода. Ну вот за исключением тех, которые имеют в своем составе уменьшительно-ласкательный суффикс hien. Конечно, такие слова все среднего рода. И те, которые имеют, например, в своем составе тервурм, червячок. Конечно же, это тоже будет мужского рода слово, потому что заканчивается на m. Большинство насекомых имеет окончание. В основном э, то, конечно же, они будут все такие слова, будут женского рода. Der Flo должно было бы быть тоже женского рода. По окончании это слово должно было быть среднего рода, как я вам рассказываю, что слова, которые заканчиваются на o, будут среднего рода. Но это слово не среднего и не женского рода, оно мужского. Возможно, потому что происходит от глагола flien с потерянным окончанием. Вы знаете, что все существительные образованы от глагола. И когда они при этом преобразовании существительного теряют окончание, то, конечно же, такие слова будут все мужского рода. Поэтому der Palazzo и der Flo я считаю настоящими исключениями. Вы можете видеть таблицу. Я в конце каждого видео всегда показываю таблицу с абсолютно всеми исключениями, которые я нашла. Все видео я перезаписываю заново, поэтому я вам показываю только те окончания, которые я уже перезаписала. И вы видите, здесь уже есть окончание o. И там вы видите, есть всего два вот этих исключения der Palazzo и der Flo. Возможно, у кого-то из вас появятся теории, гипотезы, почему эти слова могут быть именно мужского рода, а не среднего. Если у вас появятся такие гипотезы, поделитесь, пожалуйста, внизу под видео. Это очень важно, чтобы мы могли перевести все эти слова из настоящих исключений в какие-то смысловые группы. Возможно, у кого-то есть какие-то интересные новые идеи. Так все слова с окончанием o будут среднего рода. Если это видео вам было интересным, новым или полезным, то, пожалуйста, поставьте лайк, делитесь этим видео, пишите комментарии. Рассказывайте информацию об этом канале тем людям, которые могут быть заинтересованы в такой информации. Я wünsche euch viel Erfolg mit dem Лernen der deutschen Sprache. Tschüss! Das Graffito, das Carracho, das Sacco, das Karo, das Skonto, das Porto, das Libretto, das Imago, das Bankkonto, das Risiko, das Auto, das Kino, das Büro, das Tempo, das Comando, das Credo, das Inferno. Das Ghetto, das Ghetto, das Moto, das Fresco, das Foto, das Cabrio, das Chemballo, das Scenario, das Mango, das Chassou, das Lito, das Taekwondo, das Trio, das Adjo. Das Radio, das Cabrio, das Studio, das Scherzo, das Waterloo, das Shampoo, das Tattoo, das Stroh, das Niveau, das Plateau, das Milieu, das Chateau, das Chevreau, das Tableau, das Chalumeau. Das Chalumeau.